Сегодня рассказывать о том, что такое ВИЧ-спит, не нужно. Говорить необходимо о том, как уберечь себя от него. В нашей стране делается все возможное для того, чтобы услуги по профилактике и лечению ВИЧ, уходу и поддержке были доступны всем. Актуальная тема всегда на поверхности. Молчать о ней нельзя. Лидер группы «Джейморс» Владимир Пугач послал доброеволи детского фонда ООН ЮНИСЕ в Беларуси. В город над Бугом он, как и его коллеги, по сцене и соратники в одном общем деле. Продвижению главной идеи компании под говорящим названием касается даже тех, кого не касается. Приехал, чтобы убедить брещан в том, что тест на ВИЧ – верный шаг на пути к собственному здоровью. Инициатива нашла отклик. Верный подход к делу, доступное разъяснение ситуации, современная упрощенная процедура тестирования без сдачи крови, предложенная горожанам и как результат масса желающих проверить состояние здоровья. Ощущения, в принципе, хорошие, потому что это удобный способ. Кто боится крови, можно им пользоваться. Мне никаких неудобств не доставило. Все очень гигиенично и правильно. 20 минут, никаких уколов, достоверность результата – 99% плюс консультация со специалистом. Все эти услуги были предложены брещанам в рамках информационно-образовательной кампании. Такой вид тестирования будет доступен молодым людям, которые не успели пройти процедуру в центрах дружественных подростков. Что немаловажно, бесплатно и анонимно. Одним из мероприятий программы стала пресс-конференция, посвященная важной теме. За одним столом собрались все те, кто не равнодушен к проблеме. Те, вклад которых в общее дело смог повлиять на ситуацию в Беларуси. Молодежь – главная целевая аудитория. Мотивировать их относиться ответственно к собственному здоровью – задача первостепенная. Во всему миру только 40% людей знает свой статус в ВИЧ-спит. И Беларусь среди подростков – это статистика в невеликой. А молодежь – это предовые будущие населения страны. И если они будут знать свой статус и регулярно проверять свой статус, то этот вопрос будет намного ниже. Если сравнивать, допустим, нашу республику Беларусь, где, к сожалению, есть медленный рост, мы находимся в более выигрышном положении, чем наши соседи. Но это никоим образом не успокаивает. Важен каждый человек. На данный момент Брестская область является пятой в республике, вот, по числу заболевших. И получается так, что это кумулятивно накопленная цифра. По приросту, по нынешним темпам мы на шестом месте в стране. То есть, ну, опять же, это не успокаивает. Это просто, ну, можем говорить о том базисе, с которым мы начинаем и продолжаем работать. Действительно, работа должна быть продолжена. Вдумайтесь в цифры. В Брестской области на 1 мая зарегистрировано 1605 случаев ВИЧ-инфекций. Из них у детей 17. Количество людей, живущих с ВИЧ – 1259. Среди ВИЧ-инфицированных умерло 346 человек. 65% из общего числа употребляли наркотические средства. Статистика подтверждает необходимость говорить о проблеме, достучаться до каждого – цель республиканской программы. Крайне важно, как население воспринимает эту проблему, как относится к людям, живущим с ВИЧ. Решаются проблемы стигмы и дискриминации благодаря тем направлениям, которые определены программой профилактики ВИЧ-инфекции. И это очень знаменательно, что начало информационной кампании начинается в Брестском регионе. Как говорится, хорошее начало – половина дела. Такая кампания должна пройти по всей стране. Конечно, она направлена на достижение результата. Люди, которые могут быть инфицированы, но не знают об этом, считают, что проблема их не касается. Поставить под сомнение – это ошибочное убеждение о задачах каждого мероприятия национальной кампании. Как правильно было подмечено, хорошее начало – половина дела, а значит, реализация плана постепенно будет достигнута. И к 2020 году стратегия, предусматривающая снижение вирусной нагрузки до минимального уровня, будет осуществлена.